Вы приняли решение предоставлять льготы IT-компании? Да. А какие это льготы в IT? Потека. Новые меры поддержки для IT-специалистов сегодня активно обсуждают даже в студенческих аудиториях. Интерес понятен. Ильфат Гизатов после окончания вуза мог пойти в армию. Сейчас ему как будущему сотруднику IT-компании положена отсрочка. IT такая сложная сфера, что нужно каждый год быть на волне, так сказать, изучать что-то новое. И чтобы не отставать от всего окружающего тебя мира, нужно, то есть очень важно не прерывать процесс обучения. И если ты уезжаешь в армию, то ты получается там изолирован на целый год и очень многое выпускаешь, потом приходится заново учить. Спрос на IT-специалистов высокий. Их с огромным удовольствием берут на работу в зарубежной компании. Чтобы волна эмиграции айтишников не накрыла страну, разработали целый пакет мер поддержки отрасли. Так бизнесу обещают выгодные кредиты, освобождение от уплаты налога на прибыль и никаких проверок в ближайшие три года. Сотрудникам, кроме отсрочки от армии, еще и льготную ипотеку. Я думаю, что IT-специалисты, они, скажем так, полюбят свою страну, захотят здесь остаться, потому что вот у них есть ряд преимуществ работать в российских IT-компаниях, а не уезжать за рубеж. Естественно, это дополнительно повысит популярность IT-специальностей, разработчиков программного обеспечения, тестировщиков в молодежной среде. Чтобы в сегодняшней ситуации максимально поддержать ценные IT-кадры, в Удмуртии тоже разработали комплекс мер. В Удмуртии подготовила свои цели инициативы, но в части расширения. То есть, во-первых, мы расширяем с точки зрения объема кредитования, это фондовикодного кредитования, то есть заводим туда планы для финансирования. Во-вторых, у нас в проработке меры поддержки это субсидирование затрат на перепутатов у кадров. То есть важный элемент это увеличение в эти отрасли, а не только людей, кто получил эти образования, но и кто находится за пределами и желает прийти к персональной перепутатов. Всего в Удмуртии реализацию объявленных мер федеральной поддержки сегодня ждут более 800 IT-компаний. Елена Абуховская, Павел Яскин. Новости.